Всем привет! Сегодня мы совершаем вместе с моей семьёй небольшое путешествие. Сейчас мы находимся в районе Новороссийска, и цель нашего путешествия — посетить интересные места в этом районе. И первое, куда мы идём, это к пустыне Феодосия Кавказского. Дорога проходит через вот такой туннель. Мы, когда шли, то шёл поезд и очень так громко громыхало. Как минимум, это интересно. Это очень такое знаменитое место. Сюда много кто заезжает по дороге, особенно в Новороссийск. Машин много, туристов много. Мы в первый раз. В первый раз. И вот, видите, по дороге пасека. Можно зайти посмотреть. Как раз уже с началом сезона начала работать пасека. Династии пчеловодов-фетчишиных. Сюда обычно возят на экскурсии, экскурсионные группы. Здесь обычно ещё люди пробуют мёд, пьют чай. Ну и за днем посещают, собственно, пустынь Феодосия Кавказского. Здесь сделана такая интересная фотозона. Везде можно пройти, сфотографироваться. В таком руссконародном стиле. Мёд липовый. И мы тоже уже сфотографировались. Вокруг вот такие вот лавочки и ульи. Мёд липовый. В нем сказали, что роятся пчёлки. Столько их много. Кто-то же сделал такое прям рукастый. Ну, такое место точно понравится детям, да и взрослым тоже. Мне вот тоже очень интересно побывать как будто в сказочном месте. Помимо этой пустыни мы сегодня хотим посетить одно из знаменитых святых мест в Краснодарском крае. Это святая ручка, куда мы направимся как раз после того, как мы уже доберёмся до здешнего источника и до храма, который располагается на территории этой пустыни. Вот как раз мы прошли чуть дальше вглубь и здесь уже продают мёд. Белая акация, горная липа, гречиха, кипрей, каштан, донник. Недалеко от пасеки здесь тоже вот продаётся мёд. Липовый с прополисом, с кедровым орехом, мёд с малиной, липа с маточным молоком, лайм, имбирь и прочее разное. В общем, можно приобрести разные саркомёда, которые вы хотите. Здесь же на территории находятся беседочки, где можно покушать, если вы что-то взяли с собой или купили. И здесь же находится парковка. Можно проехать прямо до церкви. Кто-то, конечно, оставляет машины в самом начале, около дороги, но вот можно и проехать. Очень такая ухоженная территория. Здесь находится церковная лавка, где, по всей видимости, можно купить иконы, свечи. Многие берут с собой бутылочки, чтобы потом набрать на источники воду. Надо было нам тоже с собой взять, но мы как-то и не догадались. Вот такое вот здесь тихое, спокойное место. Здесь также можно пройти дальше вглубь леса, погулять. Здесь очень такая приятная, прохладная атмосфера. И водичка льётся, такие водопадики образуются. Так хорошо мыться холодной родниковой водой. И попить её. И попить её. И вармах. И вармах. Палень. И все сочетание. И вармах. Палень. И вармах. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, добрались мы до места, которое называется Святая Ручка. Очень знаменитое и намоленное место. Посмотрим, что здесь есть. Сразу хочу сказать, что машин много, хотя сейчас вечер, туристов много, и мы одни из них. Сюда приезжают люди, чтобы набрать святой воды. Вот сейчас как раз тоже люди наливали свои бутылочки. Мы уже застроились уже, делали кафе, что-то надели, домовник, купель. Купель. Крест стоит, и видно, что здесь зажигают лампады, свечки. И вот на этой стене вот прям так следы от свечей остаются. Также сюда приезжают люди, чтобы окунуться в купель. И я сейчас её увидела. Вот купель. Есть даже кабинки для переодевания. И в церковные праздники здесь много народу. Здесь есть место, где можно посидеть. Около реки. Правда, сейчас здесь солнца нет, поэтому очень прохладно. И река, по-моему, Богу-Го. Такое вот интересное название. Холодная горная река. Здесь находится часовня во имя святого Николая. Вот такая она. На территории есть павлины. Ничего себе. Ну, это, конечно, такая здесь зона для отдыха организована. Беседочки. Даже мангалы стоят. То есть, чтобы люди могли приехать и цивилизованно здесь отдохнуть. Тропинки тоже такие. Ну что ж, вот такие вот святые места сегодня посетили мы. И мне лично очень понравилось это путешествие. И я надеюсь, что вам понравилось это видео. Обязательно делитесь впечатлениями в комментариях. И мы с вами увидимся в новых роликах. Всем спасибо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok